Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня 27 мая, вторник. Я рада вас приветствовать в нашей программе на телеканале ТДК-42. Мне очень приятно, что очередное доброе утро вы встречаете вместе с нами. И наш сегодняшний выпуск откроет рубрика «Наши детки». Мы расскажем про первое купание, такое ответственное и такое важное. Доброе утро, дорогие друзья! Вы с дочкой или сыном вернулись из роддома. Гости разошлись, оставив вас наедине с малышом. Закончилась суматоха вокруг этого сладкого сопящего комочка и близится время его первого купания дома. Страшновато? Конечно, первый раз ведь вы будете купать своего кроху сами. И многие боятся сделать что-нибудь не так. Что же нужно для того, чтобы было все как надо? Давайте спросим специалиста. Купание ребенка у нас необходимо после роддома, как мама приходит домой, желательно купать вдвоем с супругом. Для этого специальная ванночка должна быть. Температура воды была 36-38 градусов. Обязательно для этого нужно, чтобы был термометр у мамы. Значит, купаем сначала мылом, желательно мылом. Один раз, например, в 5 дней мы можем мыло. Остальные разы мы можем просто кипяченой водой. Для этого, чтобы купать новорожденного ребенка, обязательно желательно, чтобы кипяченая вода хотя бы месяца до 3, чтобы купать чисто кипяченой. Значит, должны согреть одно ведро воды, остудить в виде холодной и второе ведро тоже прокипятить. Как бы смешивать, чтобы именно в чистой кипяченой воде купать. Так, после купания желательно ребенка промокнуть, не вытирать детей, потому что кожа у них нежная, поэтому можно будет получить ребенка раздражением от царапины. Поэтому именно промакывать новорожденного ребенка полотенцем. Так, потом одеваем подгузники. Одеваем подгузники и пеленочки. Если ребенка пеленают в пеленку, тут больше все равно про это, как бы, дают предпочтение пеленкам, значит, пеленочку пеленают. Нет, значит, более планелевую рубашечку одевают, легкую и тепленькую рубашечку. Также на или ползуночек идем, или низ пеленаем и в пеленочку. Так, и, ну, значит, купать мы советуем просто кипяченой водой, но есть мамы, которые желательно в травах, именно хотят купать, ну, например, с ромашкой, с календумом. Ну, мы, конечно, не против этого, пусть купают, да, но обязательно именно, чтобы, вот, как бы, кипятели именно, чтобы именно кипяченая была вода, да, чтобы настаивали, как, соответственно, рекомендации и инструкции. Если новорожденный малыш здоров, и первое купание ему понравилось, то можно купать его ежедневно. Желательно купать кроху каждый день в одно и то же время. Часто родители выбирают вечернее время перед тем, как покормить на ночь. Вы же смотрите по настроению своего карапуза вполне нормально, если вашему малышу больше нравятся дневные купания. Дело в том, что на некоторых малышей водные процедуры оказывают возбуждающее действие. Выбирайте время и количество раз индивидуально. Удачи вам в первом купании вашего малыша. Юлия Панкратова, Олег Писаренко, Мержах Ишгиреев, ТТК-42. Май месяц знаменит своими клещами. Поэтому, если вы выезжаете за пределы города, то вам нужно быть осторожными. Если все-таки случилась неприятность и клещ все-таки на вас сидит, то наш следующий сюжет вам непременно поможет. Как избавиться от клеща? Мы даем несколько действенных советов. Самое главное – не паниковать и не пытаться стряхнуть или выдернуть клеща рукой, так как это может привести к его разрыву. При этом головка клеща остается в коже и вытащить ее будет крайне сложно. Очень важно не медлить, так как чем дольше укус, тем больше вероятность заражения рядом серьезных заболеваний. Нужно внимательно осмотреть место укуса и незамедлительно приступить к излечению паразита. На место, где засел клещ, необходимо капнуть масло. Это нужно для того, чтобы оно размягчило кожу. Тогда вытащить клеща будет проще. Затем взять пинцет, зажать головку клеща, именно головку, так как сжимая тело, можно выдавить внутренности паразита в ранку и аккуратно, не дергая, начать вращать пинцет против часовой стрелки. Если все сделано правильно, то через несколько оборотов клещ будет полностью извлечен. Место укуса протереть спиртом или йодом. Клеща нужно отвезти в лабораторию, чтобы знать, стоит ли опасаться клещевого энцефалита. А чтобы избежать укуса клеща, нужно защищать себя одеждой с длинными рукавами, заправлять брюки в носки, надевать головной убор и использовать репелленты. Жаркая погода в городе Уральске набирает обороты, и тут уже становится не до смеха. Мы решили узнать, как же сберечь себя в жару, потому что плохо становится всем, и молодым, и пожилым, и никто уже и не рад этому вроде приходящему лету, хотя все-таки на календаре пока весна. Итак, как же уберечь себя от столь высокой температуры? Смотрите в нашем следующем сюжете. На выкрутасы погоды острее всего реагируют те, у кого есть проблемы с сосудами. Летом в жару большинство людей чувствуют себя вялыми и уставшими, но при этом отсутствуют и боли в сердце, и нет скачков давления. Справиться с летним недомоганием можно не только традиционными способами. Врачи, например, советуют использовать цветотерапию. Например, зеленый цвет хорошо стимулирует нервные окончания на глазном дне, а это очень важно для поддержания тонуса организма. Так что старайтесь больше гулять в парках и скверах, это полезно во всех отношениях. Кстати, ученые доказали, что зеленые фрукты и овощи, например, листовые салаты, брокколи и яблоки, подпитывают головной мозг, повышают активность, снимают напряжение в организме, и содержащийся в них хлорофилл стимулирует выработку эритроцитов – красных кровяных телец. Слушайте любимую музыку. В это время расширяются кровеносные сосуды. Это утверждают ученые из Мэриленского университета. Снимите металлические украшения, особенно кольца и браслеты. Освобождение рук от перстней и браслетов будет способствовать улучшению кровообращения. Носите солнцезащитные очки. Спазм сосудов в солнечную погоду, даже не очень жаркую, может вызвать перенапряжение мышц глаз. Летом сердцу требуется больше таких микроэлементов, как калий и магний. Калия много содержится в кураге, изюме, миндале, а гречка, пшено, бобовые, арбуз, лесные орехи, печеный картофель в кожуре содержат большое количество магния. Берегите себя! Юлия Панкратова, Олег Писаренко, Мержан Хашгиреев, ТДК-42. А рубрика «Будьте красивы» уже спешит нам рассказать о, пожалуй, самой летней обуви, о сандалях, с чем их носить, как носить и каким образом они могут вписаться в ваш гардероб. Все это уже через несколько мгновений. Любая женщина не может быть равнодушна красивой обуви, которая, несомненно, подчеркнет красоту ее ног. Летом, в пляжный сезон, особенно важно, чтобы обувь была не только красивой, но и удобной. Два этих приоритетных качества сочетают в себе сандалии – модные и удобные, подходящие для жаркого лета 2014 года. Для спокойного отдыха можно подобрать сандалии без застежки и без задника. Этот тип обуви называется шлепками. Для длительных пеших прогулок лучше всего подойдут сандалии с ремешками, которые будут фиксировать ногу. Тем, кому нравится ходить на каблуке или просто хочет казаться выше, подойдут сандалии на платформе. Модными остаются модели этой летней обуви с закрытой пяткой. А максимально открытые сандалии лучше всего подойдут для пляжных прогулок. Открытые модели будут хорошо смотреться с пляжными платьями, сарафанами и макси-юбками. Что же касается цвета, то здесь все очень просто. Можно выбирать практически любой понравившийся и подходящий именно вам оттенок. А именно белый, бирюзовый, оранжевый, серебристый, золотой, черный, серый, коричневый, рыжий, синий, голубой оттенок и другие. Новым веянием этого сезона в расцветках сандалий будет животный принт. То есть расцветки под зебру или под леопарда. Что же касается материала, то здесь тоже можно поэкспериментировать. Это может быть традиционно кожа, а также замша, матерчатая ткань. Декор сандалий в 2014 году также очень разнообразен. Это могут быть металлические заклепки, инкрустация камнями, стразами. Вверх может украшать бахрома или плетение, огромный матерчатый бант или же оригинальный цветок из камней. Фантазии дизайнеров не было предела в украшении моделей женских сандалий 2014 года. Удачных покупок, дорогие друзья! Юлия Панкратова, Олег Писаренко, Мержан Хашгиреев, ТДК-42. Иногда наши близкие и родные люди ведут себя очень странно и не хватает уже терпения и нервов. Но все-таки будьте терпимыми. В нашем следующем сюжете мы расскажем как. Как часто нам легко быть терпимыми с малознакомыми людьми. И как нетерпимы мы к своим близким. А ведь натянутые и испорченные отношения с родными людьми не прибавляют нам, да и им тоже, здоровья, жизнерадостности и оптимизма. Немецкий философ и поэт оставил нам совет или скорее несколько правил, как относиться к близким людям. Искусство обхождения с людьми по существу есть не что иное, как умение спокойно принимать и поглощать еду, качество которой не вызывает никакого доверия. Конечно, голодному, что не дай, все хорошо, голод не тетка. Но почему-то чувство голода не возникает по заказу. А ведь так трудно переваривать ближних. Правило первое. Нужно собраться с мужеством, как перед лицом беды, и смело взяться за дело, умиляясь собственной храбрости. Преодолеть отвращение, стиснув зубы и подавить подкатывающую тошноту. Правило второе. Необходимо улучшать своего ближнего. К примеру, беспрестанно хвалить его так, чтобы он уже себя забыл от счастья. Или ухватить за кончик какое-нибудь его хорошее или интересное качество. И тянуть до тех пор, пока не вытянется вся добродетель, в складках которой можно запрятать своего ближнего. Правило третье. Самогипноз. Взять объект общения и начать смотреть на него, не отрываясь, как на какую-нибудь стеклянную пуговицу. До тех пор, пока не исчезнут такие чувства, как удовольствие и неудовольствие. И незаметно не наступит состояние сна. Оцепенение, покоя. Старинное домашнее средство, незаменимое в семейной жизни и в дружеском общении. Как говорят, оно надежно, эффективно, хотя наука еще не обоснована. И его расхожее название – терпение. И чтобы ваше настроение окончательно заняло позицию отлично, мы решили показать вам забавных животных. Уверена, что эти несколько счастливых минут внесут некий позитив в ваши будни. У многих из нас в доме проживает кошка, собака или какой-либо другой питомец. Каждый человек выбирает для себя животного, исходя из своих предпочтений и возможностей ухода за ним. Кто-то предпочитает наблюдать за аквариумными рыбками, кому-то интересно с хомяками, другие любят ходить на прогулку с собаками, а кому-то доставляет удовольствие мурлыканье кота. Многие люди задумываются о том, зачем нужны домашние животные, ведь это дополнительные хлопоты. Однако владельцы питомцев еще никогда не жалели о своем приобретении, ведь так приятно, когда дома тебя кто-то ждет. К примеру, с собакой или котом можно поиграть, посмотреть вместе телевизор, будь то фантастика или другой фильм, и даже отправиться по магазинам. С домашними питомцами никогда не бывает скучно. Однако, приобретя в дом животное, его владелец берет на себя и большую ответственность, ведь домашний питомец требует не только ласки и любви, но и определенной заботы. К примеру, вместо просмотра своего любимого сериала, возможно, придется отправиться на прогулку. И кроме того, не стоит забывать, что животные могут болеть. Поэтому следует посещать ветеринарные клиники, а также приобретать своим новым друзьям и полезные витамины и различные вкусности. Кошки и собаки создают в доме атмосферу уюта и комфорта. С ними всегда спокойно. Домашние животные оказывают благоприятное воздействие на нервную систему человека, ведь даже самый трудный день питомец способен сделать солнечным и добрым. Только одно его присутствие и добрые глаза делают человека счастливым. Кроме того, во время прогулки с собакой или посещая выставки с котом, можно завести много новых и интересных знакомств. Ну что ж, дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Напомню, что сегодня на календаре 27 мая, вторник и совсем скоро весна закончится. Придет более жаркое лето, а может быть, наоборот, лето вдруг осчастливит нас хорошей и приятной прохладой. Всем отличного настроения, хорошего вторника и до скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Он был ее намного старше и гораздо мудрее. Ценил ее, видел в ней мать своих детей. Она была вроде не против и новой весной. Их объявили мужем и женой. Любовь живет три года, если верить Бекпедеру. Они последовали грустному примеру. Он продолжал строить свою карьеру, а она теряла веру и не выдержала первой. Даже рождение ребенка не смогло влиять. Она продолжала по ночам исчезать. А возвращаясь по утрам, не могла уснуть. Она любила другого, в этом была суть. А он кричал, а ксти, зачем тебе искать других? Моей любви хватит для нас двоих. Она винила его в том, что не удержал. А он ее любил и все прощал. Он прятал боль, обиду и море слез. И задавал ей один и тот же вопрос. Скажи зачем судьба Тебя мне не спасла За что же она меня Тобою наказала Как заглушит мне боль Если рабы крана кушать Нам не спасти любовь Наш парус пород в ночи А новым утром напряжение сходило на нет И весь вчерашний спор Казалось полный бред Она искала ответ Где-то на дне бокала А он искал ответ на острие кинжала Им не хватало просто Понять друг друга Он принимал, что их семья Это его заслуга Ему твердили друзья Ты себя губишь Она не твоя И насильно мил не будешь А он закрыл глаза Будто стал слепцом Считал, что на добро Не ответят злом Она вроде молчала И не отвечала Но чем дальше, тем чаще Она исчезала В маленькой церкви Стоя на коленях Выпрошала Господа Даровать прощение И кляла в слезах Судьбу злую Тот, кого она любит Теперь любит другую Он прятал боль, обиду И море слез И задавал ей Один и тот же вопрос Скажи, зачем судьба Тебя мне беспослала За что же она меня Тобою наказала Тобою наказала Как задушит мне боль Если рады кратят Нам не спасти любовь Нам не спасти любовь Наш парус пород глушья Тобою наказала Тобою наказала Тобою наказала Тобою наказала Редактор субтитров